Я хочу сказать это на руку! На руку, чтобы войну расписал! Сейчас каждый год наберет! Беспомощным людям, которые оказались заложниками политики против человечности, которые, увы, сегодня совершаются в Чеченской Республике. Эти преступления против человечности квалифицируются многими международными конвенциями, которые подписал Советский Союз и которые обязаны соблюдать Россию как правоприемница. Нет войне в Чечне! Страшный удар. Не все это понимают. Не все понимают и то, что война в Чечне это не какое-то дальнее дело, которое нас не коснется. Есть иллюзия, как будто это происходит не с нами, это происходит с нами. Добрый день! Продолжение следует... Он разговаривал с мистером Черномердзен два раза. Его идея была, от моего точки зрения, очень простой и очень pragматичной. «Let's start from something. There are a lot of casualties. Let us remove, at least, the bodies of wounded and killed. Let us exchange those captured, etc.». И это было как это было предложено. «Сталом, в сентябре, это было предложено в очень специальной способности. Мы готовы, чтобы убить our wounded, убить our killed, если вы остановитесь, дайте руки, дайте руки и дайте капитулы. Это очень странная способность предпочитать огонь. Поэтому я очень рад, что в начале я думал, что это не будет. Я думаю, что президент будет ответственность за все, что происходит в стране. Конечно же, он не только ответственность. Есть много людей, которые отвечают на эту политику и готовы выполнять эту политику. Но ничего не может избавиться от этого президента. Это его позиция. Как вы считаете, насколько реально? Я очень рад вас видеть. Я прошу прощения. Я очень рад вас видеть. «Небольшую надежду». Мы тут как раз ставим. Вот эти разговоры, которые мы обновляем. Много сразу тем. Обменивается информация, обменивается мнением. Вы знаете, что у нас нет недостатка.